Сумасшедший сюжет! Сумасшедший сюжет! Сумасшедший guy! Слава мати! Слава мати! Украина себяavas сты�! Украина себяavas сты Gottes! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Что-что? Нет, нет. Freedom FM. Stand with Ukraine. 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 Russia Hill! Russia Hill! Russia Hill! Давно уже был аппарат, а полный консервы. Я полностью поддерживаю. Еще молчать обшелили города, отбывали от людей. Россия Hill! Россия Hill! Россия Hill! Россия Hill! Россия Hill! Россия Hill! Мы в Израиле выращивали. Израиль один из лучших, кто это могил. Один из лучших в мире. Мы как в Израиле, мы как в медицинцам. Не надо ходить! Не надо ходить! Я даже не ожидал... СМЕХ! Я... Я на... Я... 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 Я, я... Субтитры делал DimaTorzok 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 Слава Украине! Слава Украине! Слава нации! Слава нации! Украина! Россия! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Победобесия. В общем, не дали им здесь развернуться. Они быстро уехали, эвитировались. Украина победила на прайфинге. Слава Україні! Украина победила на прайфинге. Украинцы знали русский мир с прайфингом. Слава Україні! Победа будет за нами! Украина победила на прайфинге. Всех депортировать в Россию! BRUCE! Субтитры сделал DimaTorzok 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 о том, что собираются про-путинское, про-путински настроенные товарищи, собираются устроить такую провокацию, такой ралли с российской символикой, с путинской символикой. Например, недалеко отсюда мы увидели сегодня флаг, российский флаг, где был написан «ВИБО ПУТИНО». Да, что абсолютно недопустимо, конечно, потому что здесь живет огромное количество украинцев, людей, которые, по сути, убежали от войны, это беженцы, которые убежали из Украины и пережидают войну здесь. Мне кажется, что устраивать здесь для них вот такое шоу, это несправедливо, это жестоко, я бы даже сказал. И мы хотели сделать всевозможное для того, чтобы они сюда не приехали. Начинался это ралли в Геннет-Пилд, это старый аэродром, где полиция перекрыла, но все равно не дали там собраться. Сюда, видимо, доехала небольшая часть, но вы сейчас видели, как проехали машины с советскими флагами. Всевозможные флагами, всевозможные флаги. Я не знаю, радости флага, но российских флагов на самом деле не было. В футболской флаги, насколько я виноват, не было. Я что-то пропустил в то же время, в то же самое время. Никто же абсолютно не отрицает День Победы. Это великий, это большой праздник. И я сегодня поздравлял ветеранов. Конечно, ветераны ни в чем не виноваты. Безусловно, они не понимают, что происходит с этим праздником. Почему кто-то против празднования Дня Победы. Вся ведь проблема, понимаете, заключается в том, что этот праздник, действительно великий праздник, был сурпирован в Путинах и использован в Путинах для своих фашистских целей. Вот просто где, что происходит. Так же, как сурпировано в Путинах, то уже не все остальное. И это все у нас в графе. Но я разумеется, что я говорю на русском языке. Это мой первый язык. Я просто могу договорить английский. Но сегодня я с вами говорю по-русски, потому что я не знаю, я узнал телеканат. Я люблю свой язык, я люблю свою культуру. Но это не совершенно не означает, что я... Мало того, я бы хочу сказать, что я люблю Россию. Это абсолютно не означает, что я люблю Путина. И что я поддерживаю ту власть, которая сегодня узурпировала эту страну, захватила эту страну. Это абсолютно бандитская власть, которая просто держит в заложниках весь народ и терроризирует весь мир ядерным оружием. Поэтому я здесь. Спасибо. Спасибо. Да-да-да, давайте. Поснимайте. Можно добавить интервью? Конечно. Это Сотовижен. Можете потом на канале Ютуб Сотовижен посмотреть. Ну, конечно, хочу сказать славу. Да-да. Да-да. Слава Украине. Героям слава. Меня зовут Любов Вайнер. Я в Америце по программе ЮФИ. Зависпорожен. Я в Америце по программе ЮФИ. Я ищу с Украины. А сейчас вам. Я хочу. Ну, 20 остальных роков своего жития. На сегодняшний день мне 65 лет. Ну, конечно. Потому что язык и экономика. Ну, и… Да, конечно, я могу говорить на русский язык. В 20 последних лет своей жизни я прожила в великолепной стране, которая называется Израиль. У меня там семья. Половина семьи у меня в Украине, вторая половина в Израиле. И дети, и внуки там. По две стороны земного шара. Ну и там, и там война. Что я хочу сказать, как мама и бабушка. Ни одна война. Никакие политические амбиции не могут оправдать убийство людей. Убийство детей. Кто мы такие, чтобы лишать нас в кругу, лишать жизни наших сыновей, наших детей. И еще гордиться этим и обличать это в конкретную великой миссии. Вы ошибаетесь. Никакой великой миссии не существует. Убивая людей, это великое преступление. И человечество должно стать, что убивая людей, где бы они ни были, в какой-то стране, вы совершаете чудовищное преступление против человечества. А эта война в Украине, это геноцид украинского народа. И я вам объявляю, открою. Да, вы творите геноцид украинского народа. Вы уничтожили прекрасную страну, прекрасную страну. Вы зачем это сделали? Я хочу от вас получить ответ на свой вопрос. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok